Опять ополинарий. У тебя вот здесь общий вопрос и здесь есть точно такой же. Да что ж такое-то? Верните вопросы. Верните вопросы. Ушли вопросы у нас. Вот и опять нужно. Сценарий на одну сцену не бывает. Это даже на четкометражку не тянет. Сколько? Одну сцену. За съемки всех пяти сезон. За съемки два. Один и второй. Один раз. Олена с Максом будет вместе. Они всегда вместе, но в душе. Добрый вечер, дорогие зрители. Осталось два дня буквально и всё, закончил мы уже пятый сезон. Пять лет позади. Ну всё, тогда начнём. Давайте с тебя начнём. Почему? Погачином. Всё, я понял. Он старше меня. Я выступаю. А вот. С дедовщиной жёсткой. Одному ты? Ну да. Нет. Давай я три, а ты один. Шутка. Можно выйти вообще? Не надо. Посиди. Я буду стесняться. Вопрос от Алены. Добрый вечер, Алена. Михаил, как вы относитесь к своему герою? Вы довольны своей роли или хочется ей изменить в образе? Я доволен своим героем. Особых изменений в образе… Да, мне кажется, все изменения в теме в образе. То одно – долбануться, то другое. То другое – долбануться. Так что изменения и есть. Изменения и есть, собственно говоря. Давай я тебе расскажу. Давай попробуем. Как долго попытались подружиться с Графом? Значит, когда всё началось. Ответь за меня. Нет. С Графом сразу подружился. Это какой-то уникальный пёс был. Он, конечно, за плечами 200 или 300 серий Мухтара. Он уже такой… Матёр. Матёрый зверь. Матёрый актёр. Не у всех, кто к серии даже у актёров есть. Он поэтому сразу подружился. А вот с сыном его, с Мухтаром, это уже тяжеловато было. Он не понимал, зачем. Я уже один раз сделал. Зачем я ещё раз должен это делать? Ну ладно, за холбасу сделал. Он такой… Сначала был фото пёса. Сейчас уже… Молодой, неопытный. Подтягивается к папаше. Давай ещё дальше. Давай ещё дальше. Так. Вопрос от Аполлинария. Добрый вечер, Аполлинарий. Применяет ли Михаил крылатые фразы сериала «Пёс» в жизни? Применяет. Конечно. Конечно применяет. Они уже становятся как мы родные. Уборачиваются. Тяжело выйти из образа. Абсолютно. Сложнее сложнее. Да ну всё. Я уже закончился. Как актёр. Вообще. Кредо. Крест. Комедия «Делиарта». Чёткий. Так. Вопрос от Валерии. Жизнь так умеете драться или нет? Ну здесь конечно утрировано немножко. Я не знаю кто такой. Да умеет он драться. Там физическая подготовка всё в порядке. Но всё равно там у нас же всё это же кино. Да у нас же постановочные бои. Да. У нас из третьего этажа падает не разбивает. Всё всё таки утрировано. Немножечко. Да. Вопрос от Сергея. Добрый вечер Сергей. Михаил есть у вас? Совсем бы здороваться каждый раз. Вопросы? Ты совсем здоровался. А я здороваюсь просто. Изначально. Теперь давай по одному. Хорошо Сергей. Я не здороваюсь. С вами. С вами да. Я запретил. Ничего не могу поделать. Михаил есть ли у вас драматические роли в театре? Не мешает ли восприятию зрителя? Мы этих ролей яркий образ не сделала. Да. Есть драматические роли в театре. Не мешает. Да. Не мешает. Да. Не мешает восприятию зрителей. Александр. Стоит ли делать такую же прическу как у меня? Да. Абсолютно. Абсолютно. Салфеткой протёр и успокоился. С утра проснулся. Как была прическа, так и осталась. Вот. Поэтому априори стоит. Причём не только мужчинам, но и женщинам. Женщинам, собакам, кошкам, мышкам. Я вам всем советую. Живым существом. Живым существом. Я вот ещё когда бород заблею, вообще буду самый счастливый человек в мире. Да. Вопрос от Дианы. Ой, у нас пошли какие-то вопросы. Вопрос. Ой. Ты меня сбил. Вопрос от Дианы. Вы в одном интервью говорили, что вы половину сценария переписываете. Расскажите, как вам вообще в голову приходят шедевры, которые мы слышим и не сделаем. Кто вам сказал половину? 80% переписывали. Да. Ну, то, что касается диалогов, можно даже и больше. Сохраняется канва, а всё остальное... Место действия остаётся. Линия сама. А дальше всё переписывается. Потому что идёт адаптация к персонажу. Мы это всё делаем. Это, кстати, вопрос нам двоим, можно спокойно задавать. Потому что все эти вещи, диалоги мы прописываем, придумываем прямо на площадке. Просто за пять лет мы уже точно знаем лучше всех своих персонажей. И мы знаем стиль. Что он скажет. И что ответит. Мы даже не сговариваясь можем предложить а-а-а-оп и с полу вздоха понять. Например, Андрею уходят фразы, которые длиннее 20 слов. Он начинает нервничать и может кому-то ударить. Поэтому периодически ходят к метро и бьют морды. Кто куда. Так, дальше. Смогли бы вы, вопрос от Надежды, смогли бы вы сыграть Гнездилова? Смотри. Это был бы просто другой Гнездилов. Совершенно. И Миша смог бы сыграть Макс. Но это был бы совершенно другой Макс. Конечно, актёр должен играть любую роль. Уметь. Уметь, да. Просто есть ещё психофизика каждого актёра. Он был бы, да, конечно. Но был бы просто другой. Просто другой, да. Жги. А что жги? У нас пошли вообще вопросы. Нет, ещё у меня остался один. Подожди. Это вопрос от Аполлинария. Аполлинария, извиняюсь. Простите. Каюсь. Никита, у тебя есть видео, где вы поёте. Нравится ли вам петь? И думаете ли вы когда-нибудь это сделать основной деятельностью? Пойти в певцы? Нет, пойти в певцы, конечно, я не думал. Не думал. Это немножко другая профессия. Всё-таки. Ну, как я не советую певцам идти в актёры. Так я и актёрам не советую идти в певцы. Вот так могла ответить. Петь, конечно, я люблю в караоке. Да. Поём. Поём. Ну, в общем-то, собственно, и в интернете видели. Да. Наши... Ай. Экзерсиз. Экзерсиз. Давай общий вопрос. Так. Почему вы не стали соединять сюжетный сериал «Пёс»? Почему решили, что в сериале каждая серия должна быть не связана с другими? Ну, это не мы решаем. Потому что это вертикальный сериал. Есть два вида сериалов. Вертикальный и горизонтальный. У нас вертикальная каждая серия, как «Симпсоны». Вот если простой пример, как «Симпсоны». Каждая серия, если она началась, там «Симпсон разбогател», то в конце он должен разориться. Потому что каждый должен начаться с чистого листа. Мы даже думали иногда, что, может быть, всё это... Джон! Может быть, всё это... Фондо. Может быть, это всё сон Макса. Потому что он лежит в коме. И каждый раз он такой «А!» И опять ему на руках. Опять Денис Рука у него всё заново. Ну, там же просто схема такая. Каждый раз новое дело. Но оно связано любовной линией. В пятом сезоне всё меньше и меньше связано, конечно. Но она остаётся на том или ином уровне. Любовной линией. Такими, как с первого сезона идёт. Вот так. Вопросов у нас нет. У меня есть вот здесь. Вопросы. Ёшкинка. Почему? Я не успеваю. Вы не перестаёте меня удивлять. Спасибо. А, всё. Я покурю пока. Пожалуйста, Зенит. Что? У нас вопросы пропали на общем экране. Да. Кто ваш любимый персонаж в «Псе»? Кто тебя спрашивает? Ну, кто у нас у тебя? У тебя Никита. В смысле Макса. У меня Гнистилов. Он фанат Гнистилов. Я фанат Гнистилова, да. У него здесь вот татуировка. Игорь Фарева. Да. Лопатки два. Ты пёс зубами набил. Набил. Ну, это так сложно считать, конечно. Вопросы есть, есть, есть. Будет ли новый сезон «Пса»? Кто ж это знает? Это не только продюсеры. От нас это скрывают? Всегда. Да. Вот, к сожалению, не будет точно, могу и можем сказать, не будет точно новогодних серий. Потому что вот их почему-то решили в этом году не делать. В этом году, да. Лишить вас. Лишить вас, как приятно. Да. Нашего общества. Больше благодарности. Гнистилов. Игорь, привет тебе. Привет. Вот сюда говорили. А, извините, привет. Это мне сказали. Давай. А, в смысле? Передай привет. Нет, просто привет передали. Всё. Кто-то разошёлся. Передать привет никому не нужно. У нас вопросы. Вопросы. Один. Всё. Нет. Только что были вопросы. Куда они делались? Короткий оказался наш интервью. Да, я решил положить на музыку. Да, короткий. Да, да, да. Просто ты видишь их нет? Оно не мотается. Надо, чтобы кто-то у нас услышал. Кто-то слышит нас. Спасибо вам. Не мотаются просто. Пожалуйста. Ну и всё. Нет. Не стой, стой, стой. Я вот так давай сделаю. Ну и кудак. А, вот они. Понесли. И всё. Так они с вами закончились. Где? Давай у кого-то надо спросить. Секунду. У нас тут техническая проблема. Давай спешу. Миша, поразвлекай пока людей. Там у меня бегут вопросы. Слушай, я не вижу отсюда. Что же старенький сыграть? Там вопросов нет. Да. Они не крутятся дальше. Нет вопросов? Может их просто нет? Если кому не интересно. Ну и хватит тогда. Поедем. О, я ушёл там. Смотри. Смотри, ты ушёл. Так, давай пока тут поищу. Так, задайте как... О, интересно. М. Гнездо. Где твоя шляпа, Игорь? У костюмеров. У костюмеров. 60 участников. Где пёс? Пёс отдыхает. У него короткий рабочий день, как у ребёнка. Четыре часа. Он должен спать. Он уже давно спит. Он дальше потом. Нравится и не нравится в Максе. Что мне нравится и не нравится. Я, знаешь, хотел бы какое-нибудь развитие, конечно, у Макса. Чтобы было какое-то. Дальше там что-то. Бросить уже наконец эту Лену. У тебя это да. Или пожениться. А то вот это вот... Добить надо. Да. Ну что-то такое. Добить. Другая. Тогда другая. Что-то ещё. Ну да. Убить Лену в конце концов. Так не доставайся никому. Женщина лучше уже тогда в Максу застрелить. Соперника. А вообще это выход. В фильме или сериале. Сейчас пёс. Просто параллельно. Невозможно этого делать. Это конечно. У меня и на первом канале выходит призываться невиновностью. И на втором сейчас это вышло. На НТВ. Так что идея есть ещё. Есть ещё. А где Леонидов? У Леонидова сегодня спектакль. Да. Он у нас многостаночник. Не может. Многостаночник. Театр. Есть театр. Снялся с нами. Пошёл на спектакль. Ещё и озвучивает человеку. Привет. Он передавил. Когда? В эти группы. Где у меня вопросы могут быть? Они вообще технические. Там живот у неё бегут. А ты вообще нажал? На что? Ух ты красавец. А ты вообще прямой ежи нажал? Да. Да. Расскажите, пожалуйста, какую-нибудь интересную историю с графом. Именно с графом. Видишь, смотри, почему с графом всем запал. Они не мухтаг. Они все просто знают наверняка, что собака поменялась. А, да. Чтобы вы просто знали. Один собака умер. Первый был граф, который как раз на заставочке. Везде там в титрах. И сейчас его сын работает. Большой артист. Пошло? Нет. У тебя не пошло ничего. И сейчас работает его сын. Мухтар. Мухтар ни разу не покусал никого ещё пока что. Здрасте. В смысле, количество. Тебя только. Но ты не считаешься. А, да. Я ж не человек. А граф покусал 15 человек, мы считали. И Леонидов Андрей спас своей пятой точкой. Да, пятой задней. Девушку, да. Девушку от нападения. И Андрюша порвали штаны. И крепко порвали. До самых ботинок. Но он просто спасал свою задницу девушке. Попочку, я бы сказал. Ну, не знаю. Ну, у меня так. А ты её вообще не видел? Нет. У меня априори попочка. Так. Отправили запрос на участие. О, смотри. У нас вопросы тут ещё. А нет, это нет. Какой смешной момент был на съёмках. А, да. Какой смешной самый. Каждый день какой-нибудь смешной момент. Ровно каждый день. И немеренно. А знаете, самое интересное, что вот эти смешные моменты вы как раз и видите в фильме. Потому что они рождаются на площадке. Они рождаются на площадке. И вы их сами можете видеть. Когда-нибудь новые серии. Это вы представляете? Как это новые серии? Скоро. На НТВ буквально через неделю. Очень сильно лагает. Это не вопрос. Мы можем помочь. Да, мы ничем. Я так точно не могу. Скорбим. Максимум. Максимум. Опа. Бог прости. И ты прости меня. И я прощаю на всякий случай. Здравствуйте, Никита Михайлович. Мил, когда выйдет новый сезон «Силеновый пёс в России». Осталась неделя. Неделя. Ошибка на серии. А сейчас это что? Одна фигня. А сейчас? Анастасия. А сейчас? Вопрос хороший. Анастасия. А сейчас? А сейчас не лагает, наверное. А, это при этом. Так, давай мы, может, вот так развернем, чтобы не будем мучить. Что-нибудь. Так. Чем тебе понравилось? Так, 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 классно. Так. Угу. 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 Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Спасибо вам, дорогие. Это так приятно. И мне не каждый раз получается сказать, что действительно какое огромное удовольствие получаешь, когда читаешь ваши вопросы и просто пожелания и так далее. И посты. Да. И вы не думайте. Инстаграм я сам веду свой. Я сам отвечаю на вопросы, когда получается. Просто не всегда получается. Иногда я целый день на площадке и нет интернета. И приходишь уже вечером, может рубишь совсем и хочется спать. Но честно. Вот. Чтобы кто бы мы были вообще без вас. Поэтому огромное спасибо. Мы для вас это всё и делаем. Да. Для вас делаем. И поэтому вас безумно любим. Спасибо вам. Спасибо. Неприятно тебе без шляпы. Меня неприятно без шляпы. Давайте я надену капюшон. Пожалуйста. прописать. Мы огромные. Вот так и больше. Ну вот так надо. Козырёк. 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 Не поля. Козырёк. Гнездил козырёк у шляпы. Исключительно. Спасибо за актёрскую еду. Спасибо. Ко времени сколько к съёмкам готовимся. Но я могу сказать как по договору. За 48 часов должны прислать текст. И это в лучшем случае так. Это мы мечтали. Он это присылает. Но бывают разные ситуации. Будет ли сезон сладкой жизни? Ого. Нет. Не будет. К сожалению не будет. В данный момент. Ага. Это крада. Почему нет серий на ютубе? Потому что должны выйти ещё на НТВ. Всё. Вот и всё. Миша. Ну передай же привет Кизнеру. Кому? Кизнеру. Я? Я Кизнеру. Ну передай тоже привет. А привет Кизнеру. Там по крайней мере написано было там. Очень талантливый. Спасибо огромное. Спасибо большое. А это тебе звучит. Нет. Это вот очень талантливые. Меня два что ли? А у всех что? А вот я вот один, а другой. Пожалуйста. Привет. Привет. Привет огромный. Не знаю. Всем вот. Так. Вот классный пятый сезон. Посмотри. Так. Сколько дней. Снимается одна себе. Пять дней. У нас знаете как? У нас такой конвейер. Пять два. Пять один. Пять два. Вопросов нет много здесь. Они вот тут у нас почему-то. А общих нет? А должны быть? А ты в качалку гоняешь? Ну я стараюсь. У меня не всегда получается. А ты в тренажерный зал. Сразу да? Ну я по гнездиловски. А скорби, а боли. А скорби, а боли. Да. Да. Я стараюсь ходить. Но опять же я говорю. Если я не всегда могу спасибо всем передать, то прозал тоже. Привет тебе Даша. Вот. Привет тебе Даша. Привет. Привет. Саше. Саше привет огромный. Миша тебе привет большое еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Если что он видит тоже. Можете писать просто Миша привет или Никита привет. Вот он тут тоже сидит. Видите? Сбоку. Привет. Привет. Читаю Директ. Очень редко читаю. Спасибо огромное. А вы знали? В Китае? Ого. Мы нашли своего зрителя. Ну все полтора миллиарда. Их почти два. Уже так на размножались? Да. Нет не знали. Мы тут недавно узнали что оказывается в Германии нас показывают. В Англии показывают. В США показывают. В Израиле показывают. Вон такой международный оказался сериал что нам страшный. На самом деле. За ответ. Ответственность большая. О смотри. Пошли. Вопросы. У нас вопросы появились. Понеслась касая баня. Да. Сейчас мы тогда просите. Тогда ответим. Вниз 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 вниз. Вниз вниз еще. Да что ж такое то? Какой самый смешной момент на сегодня. Как будто нереально. Вот. Так. Будет. Смотри. Сразу 7 вопросов. Красава. Будет это продолжение 6 или 7. Никто не знает этого. Никто. Сколько получают актеры за одну серию. Никто не знает. Никто не узнает. Да. Хотите ли вы снова где то сняться вместе. Никто не знает. Да. Хотели. Это однозначно. Конечно. Мы бы просто не отвечали вместе. Я бы сказал. Я не хочу с ним отвечать вместе. Если бы я тоже один сидел. Я бы совершенно точно так же ответил бы. Да. Как вы окончили театр. Для того чтобы сниматься в кино. Окончили театр. Как вы окончили театр. Я не оканчивал театр. Я институт. Театр не оканчивал. Да. Ну. Растал ты имеется. Театральный факультет. Да. Я так считаю. Любая профессия должна быть профессиональной. Вот и всё. Это моё личное мнение. Было ли вам когда-нибудь смешные роли? Ну конечно были. Третье свидание. Там смешная. Достаточно роль. В Сладкой жизни. Там просто у меня роль. Есть конечно. Были у вас. Нет. Я там не был. Я не был. Это точно. Мир собаки. Скоро через неделю. Пятый сезон. Повторяемся. Да. Останную конкретную секунду. Когда можно будет посмотреть. Пс опять. Через неделю. Мама. Хотели вы её снова сняться вместе? Хотели вы? Что ж такое-то? Где трансляция? Я не знаю. Будет ли? Монтёры уже спасибо. Спасибо большое от Андрея Алексеенко. Ой-ой-ой. Спасибо огромное Андрея Алексеенко. Спасибо большое. Очень приятно. Я сейчас вдруг помню на кого я похож в этот конкретный момент. В кого-то. Ну ладно. Потом у тебя. Если ты захочешь. Когда было стыдно. Мне постоянно стыдно. Вы не поверьте. Если я что-то вот так вот залажал у нас. Стеснительное. Да. Стеснительное. Краснеет. Да. Какое образование получают актёры. Высшее образование. Любой актёр получает в ВУЗе высшее образование. Это профессия. Да. Будет ли кто-то из актёров. А где ты читаешь? Вот это. Будут ли Лена с Максом вместе? Никто не знает. Пять дней отвечаю. Да. Пять дней. Так. Дальше давай. Сколько сезонов было? Сколько будет сезонов? За то, чтобы вместо Дома 2. Запускали быть. О! Золотые слова Юрий Бенедиктович. Золотые слова. Вот это да. Было бы если бы вместо Дома 2 пускали. Потому что это катастрофа. Беда. Да. Один раз включил. Думаю сразу. Что случилось с Юрий Бенедилов? Почему с первого по третьему сезону говорить нормально, а в четвёртом сезон неправильно. У него болезнь пика. В первом сезоне Макс ему дал в бубин. Вот. И у него развилась болезнь пика. Старческая болезнь, когда начинают путать слова. Ну просто мозги отбили немножечко. И по третий сезон там уже и в третьем. В третьем сезоне есть. Не путает только в первом. Да. Только в первом, да. Так. Когда начнёт. Что такое-то? Спасибо. Опять же. Вы за такую классную игру. В третьем сезоне. В других городах. Да. Бывают. Это просто нужно отдельно. Сейчас нет. А вообще да, конечно. Да. Бывают встречи. Да. Приезжают. Приезжают. Иногда специально приезжают. Там ловят. Это имеет виду, что ты ездишь в другие города встречаться со зрителями. А. Ну да. Это просто анонсируется отдельно. А так конечно. Я просто не понял вопроса. Так. Вам все жанры подвластны. Я считаю, что актёр это такая структура, которая должна быть. Которая должна всё уметь делать. Особенно современный. Пластичный должен быть актёр. Должен уметь всё. И трагедии, и комедии играть. И петь и танцевать. Да. И всё на свете. Дудец. И сыграть так. Это было. Когда мы все знакомы с современными исполнителями. Это что? Да. Со современными исполнителями. Попы. Я знаете, радио слушаю. Как можно? Знаком со современными исполнителями? Совсем современным. Ну я радио слушаем, наверное. Ну так да. И вот я знаком. Через радио. Через радио. Через радио. Я не помню. В каком? Конечно понравилось. Только потому, что нам нравится с друг другом работать. Получается вот такой продукт. Исключительно если бы нет. Трудно ли сниматься? Однозначно. Трудно. Трудно. И это нелёгко. Это труд. Это труд. Спасибо огромное. Трудно. Какие мазохистские. Мне нравится смотреть, когда ты издеваешься над неизделом. Аааа. Для тебя зритель. Надежда всегда есть. Надежда всегда есть. Даже в рай попасть. Третий сезон. Третий сезон. Четвертый сезон. Никогда. standard of the series. Макс в жизни. А не в сериале Гнездилов. Тебя выхватывает людей? Вопрос Макса в жизни. Я взял в жизни. А зачем же вы его пришлось論? Тебе вопрос? Выхватывает ли ты людей? Ты. Меня? Нет. Макс Гнездилов в жизни. От тебя выхватывает людей? Мне вопрос. Гнездилов. От меня выхватывает людей? Нет. В жизни нет. зачем в жизни да я вот тут у меня когнитиво немножечко подкосил а так полина поможет эти привет привет это мы ответили на этот вопрос пока вы лагаристическому убиваете вам тяжело снимать рельда так да это нелегкая профессия она за не какая сложная не физически наверно да ты выходишь все равно нам ездить домой и удачи смотришь и не можешь глаза поднять да и на одну слушаем иногда и физически приходится и после каждой драки пример этом кубе да а я в синяках прекрасные отношения сколько проходит это мы отвечали лихач лихач выйдет весной вот если кому интересно лихач выйдет весной пришел ты популярностью вот давай расскажи после разговоры главный контроль когда почувствовал эти просто могу когда был когда такая какая роль ты почувствуешь что такой плацдарм дальней ступенька к славе какой-то актерской да у меня не я и звезда вот это нет нет это еще не буду с кем сейчас разговариваешь я уже начал отвечать за можно да у меня есть еще одна роль в сериале дежурный доктор и как и таких знаковых которые подвернули у меня точно вы сказать какая-то 2 киска то вышел такая была которую расстроили все остальные . пойти я же не хожу на роли что вопрос что послужило михалу жунин толчком пойти именно на ролик а не согласился но знаете изначально то он был не такой это же роль росла вместе с нами ради делал дело в том что делал в том что там мы изначально предполагался просто антигерой да просто гнида сволочь обычный стандартный антигерой но когда мы столкнулись с со сценариями с текстами просто получилось очень странно что там прописаны были поступки человека который не просто гнида и сволочь и бадонок со странностями очень крепкими в голове потому что ну так так не поступают люди нормальные даже если они злые или вот оттуда оттолкнулись ну и потом это пошло в развитии как снежный комплекс вот это интересный вопрос скажите а за кадром михаила и мухтара хорошее отношение великолепно великолепно да нормально ах ты сволочь но это после того нет ну слушай после того конечно как у меня в кадре как цапнет и до крови конечно первая реакция я ругаюсь иногда матом не сделав в жизни такой то нет конечно он просто сдерживается в кадре он еще сдерживается так совсем однозначно вы меня не знаете первый сезон да это просто глаз да отмораживаются все любой ноябрь это смерть или декабрь это смерть просто потому что мы же на улице по несколько часов и ты не можешь никуда уйти и даже иногда отойти погреться не можешь нет времени просто да стоп стоп еще давай кадр а давай вот дубль тогда ты куда ну иди сюда тебя кто отпускал ты вообще любишь лену ты вообще любишь лену ты любишь макс вообще любит лену макс любит и не может сколько лет много пять пятый сезон любит даша свой номер нет опа я как-нибудь вышел так как придумали таким же нет но вы ответили на этот вопрос на какой-то уже ответили этот вопрос больше всего больше всего наверно не нравится это я могу сразу сказать это такая победителя перед победители вот там я не своей роли я не могу ценить свою роль а вот именно продукт передай привет спасибо за обожаю этот сериал спасибо больно ли кусается пес больно 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 но он кусает так любя еще не ездите психону нет 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 да он изменяется ай потас похватываться ну вот его папа вот его папа кусал нежно вот он брал и прихватывает то есть после того когда после как граф брал и прихватывал можно было продолжать сына и играть дальше а вот этот вот молодость хватает так что нет сына останавливается на тюкань вот вот интересный вопрос мари вахтанг и лена эксперты это наша боль это боль наша вахтанг работает в кабинете а лена в лаборатории вы замечали что у нас в кабинете написано кабинет следователи а мы оперативники туда заходят кроме леонидова леонидов типа следователь но он полуследователь гнездил вообще не пойми что у меня папа дядя генерал гнездилов это отряд быстро реагирует любого в любую сторону леонов это эксперт и они все сидят в одном кабинете хотя если вы заметите когда открывается дверь кабинет следователей написано следователей там нет принципа а может быть мы отбили у них кабинет просто игры вернули алена лена просто так часто человек приходится смотреть микроскоп что и дали отдельный кабинет там нету да и чуть-чуть пространство для пространства это самое самое жуткая локация спасибо никите осеченко спасибо кто придумал фразы гнездилова мы все это коллектив это коллектив на лови коллективное творчество плавина миш да так и есть не знаю нет а зачем вам это когда защита кто веселит комедийная структура сериала если застрелить я вероятно очень сильно пишу наверное ночью отставить а вот театр где вы еще играете вот если у вас хобби хобби у меня полно и сноуборд и велосипеды и так далее экстремальные какие такими больше нравится спортом стараюсь заниматься когда есть возможность театре пока я не служу но ближайшее время хотел бы эту оплошность справить и я тебе желаю играйте вот это что ответил будет в каких-то сериях проскакивали адреса сами не на 8 период дениса роднянского был тупик михаил дениса роднянского а у меня мишеля же они была улица да да потом там сами не надо сами не на было потом они прокатывали прокате мы только думали про 28 но не доросли до этого как улица каптана и так далее практически по все намного и алексии было воля и все 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 были ну это молодцы что заметили приятно тоже интересный вопрос у макса одна и та же одежда моется или нет макс моется во первых это не факт это факт я точно знаю конечно ты же лучше о своей роли знаешь а по вещи просто у него как у Эйнштейна у него одинаковые вещи в шкафу 15 если я буду еще тратить время на выбор костюма я никогда не сделаю что-то полезное у макса то же самое у него просто нет времени открывается шкаф и там висит вот так всеми одинаковых костюм взял на дело пошел и говорили что на переписываем это можно так тогда переписываем переписываем о о смотри просто интересно в жизни актер изменял своим джон это вопрос тебе нет от тебя там не вопрос это на вопросы что ты конкретно тебе значит я нет я не изменял значит я себе не изменял нет я своим женщинам не изменял надо любить да не изменяй вахтан ты тащишь почему его нет в титрах есть есть а в начальных титрах в начальных титрах а все все там нет потому что он потому что потому что он у нас развился как-то больше со второго третьего сезона да заметишь что он вытеснил остальных людей просто башу который выжил выжил просто и бухал с гнездиловым еще были персонажи стать стажер был всех вытеснил и проглотил монополизировал эту роль а заставка просто она делала с первого сезона что шибли на бог этом такой молодой красивый собой вот здесь очень давно граф умер и убывали ли моменты когда не хотелось играть какую-либо сцену да ну вот например всем недавно по полу мы не будет говорить знаете даже больше сказать лучше наоборот когда есть сцена а и и не ставят потом потому что не получается перехрон или еще что-то вон на дороге с крючком до миша миша с крючком во рту плыл через бассейн падал в холодную воду мы снимали его часа два с половиной достаточно смешная сцена но там увидите фотографии у меня в инстаграме есть и у мишка он тоже есть фотографии и она не входит в сериал потому что не успеваем просто по времени не не влезай но мы так повеселились получили удовольствие от друга друга дальше это комментарии то не вопрос морские дьяволы нет разбитка нет миндавские войны нет кодекс чести нет утро утро простые парни нет паутина нет нет законе нет москва нет 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 это другие сериалов имеете совершенно они ко мне никакого отношения нет они уже идут туда бессмысленно входить они ведут своими рельсами зачем мне мешать сезон кто же это знает последний сезон или нет труды ли быть актерами немножко другая фраза и как стать актером просто а быть ему тяжело да да большой привет я передам молит а напишу привет никита я тебя привет 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 актерским мастерством довольно ли вы снимаетесь сколько лет вы занимаетесь актерским мастерством ответишь за меня а дожди а это тебе да нет ответь но я поступил актерским мастерством я занимаюсь пятого класса я начал с народного театра я не помню сколько лет было мне нормально с пятого класса вот столько вопросов про лена или и максы никто не знает то что люди так вот трепетно к этому относятся какой-то вот такой вот когда ко мне подошел мальчик достаточно такой взрослый уже мальчик мысли с нашли с андреем и он такой андрей говорит можно пожалуйста мне надо задать интимный вопрос конечно отходит отходит он такой говорит алина от этого к вам уйдет лично переход на личный это забавно это очень забавно нас вообще часто ассоциирует ассоциирует с персонажем когда мешая или гнездо привет несложно просто не выходит смысл опрос привет максу передам завтра в 7 часов утра у меня смена я ему передам отлично развести анал юмора спасибо он слабо не сделав ван лава обмала фанга и уже зима с сложным для вас нет таких категорий а ты отвечали откуда фраза будет ли конец у сериала будет ли конец а кто же это узнает пока вам нравится наверное не будет я молчу да уже помолчаю через неделю через неделю в конце ноября через неделю совсем конец город 100 100 ну какого это и без рак и не знаю простите если такой есть не показал что это ошибка но если такой есть я я дальше не прав изменить подтянусь я подтянусь география так мало экранного времени не к нам ты не к нам сценариста прописываю да почему ты это вопросы не прочел я могу я вопросы не прочел ты вопрос почел про себя отвечаешь почему нет почему их так стало мало дениса роднянского и леонидова я знаю потому что мише стало больше все ах ты ж ладно доживем до шапки всем привет у меня просто макс вот с обуви вообще интересно у меня первые ботинки прослужили три сезона и у них был такой протектор а стал вот такой дон у меня уже носки вылезали уже как у волков ну погоди вот так вот я их стоптал спасибо большое да тупею конечно кроссворд не может вообще не могу нет я как раз наоборот я любой кроссворд отгадываю потому что я вам вытворяю все что хочу и подставляю любые буквы у меня складываются вот у меня есть такие слова я знаю что это а если ты не знаешь это твои проблемы учи книжку учи книжку у меня есть две книги да синий синий и букварь давайте подарим ему книгу зачем у него уже есть ему хватит он еще эту не прочел так Робинзона Крузо я не сдал да ездил и не сдал 30 лет не сдал 30 лет не сдал Робинзона Крузо а вы меня сейчас видите вот когда можно видеть это я здравствуйте вечер ночью почти ering их ход annually подпишись в живую посмотреть как они снимает ну вот находит просто смешное попалось Гнездиловская да я чтобы он сразу отстрелялся выйдет выйдет пикапов все нравится ли ему ездить это много страдания если мерседес не сделал еще как-то живет по какой-то причине фантастическое что он мертвый да да а вот и сиротка и как макса он ломается чуть ли не каждый день то тормоза откажут у газа пойдет то вывалился карта страшнейшего тормоза потому что были такие ситуации и группа и люди прохожие загорелась заклинило мотор клина поймал и так каждый старенькая машина сделали дубликат еще хуже так что машина это отдельная боль до миша такой степени вживается в роль что у нее часто жизни как абстрагироваться от этого чтобы она не тянулась это никто не знает но ты вроде как будет артер не идет за площадкой живет и своей жизнью и момент переключения он есть но обстоятельства какие-то и ситуации вот но есть в этом какая-то магия пикрывает притяжки есть так что на этом закончим ну я больше не вижу вопросов да да ну в общем то мы ответили на самые ключевые сейчас на самые ключевые ответили останется ли макс будет ли следующий сезон какой смешной момент это это весь смешной момент такие спасибо спасибо вам огромное наш любимый зритель да это безумно приятно когда ты видишь когда уже подбегают вот такие вот малюсенькие дети вот так потому что я и обнимаю прижиму или самое интересное когда проезжает машина на перекрестке ты понимаешь что делаешь свое дело почему так никто не знает может быть просто то что мы старались не прошло зря а вообще просто спасибо вам за то что вот вы нас смотрите любите цените а мы будем стараться для вас все любим счастливо до новых встреч